Девушки отдыхают Кто-то ноет, что Дэдпул всех заебал Кто-то постоянно срет на свою стену постами о Дэдпуле Кто-то спойлерит Дэдпула Дэдпул, Дэдпул, Дэдпул Но проблема кроется несколько в другом Да, фильм хайпили, хайпят и будут хайпить еще недели две минимум Но фильм от этого говном уж точно не станет Поскольку заебал не сам Дэдпул Персонаж его лично мне нравится Это действительно что-то новое среди остальных супергероев Он выделяется оригинальностью И от этого только больше хочется его любить А заебали люди, которые назойливо и уперто тебе доказывают Что фильм просто шедевр 10 из 10, must have, лучший и вообще пиздец Пойду выброшусь из окна А сами узнали об этом персонаже только недавно Благодаря неебической пиар-компании студии Это просто пиздец, товарищи Массовая истерия поглотила всех и вся Идешь по улице, слышишь, как кто-то разговаривает о Дэдпуле Сидишь на учебе, слышишь от препода, как он пойдет на Дэдпула Да даже когда срешь и тянешься за бумагой, на ней нарисован Дэдпул Да вы ебанулись просто! И вот я подумал, раз фильм обсуждают даже, блядь, лежащие на дороге камни Почему бы и мне не сходить и выстроить свое мнение? В кино я был на прошлых выходных И хочу сказать, что все эти рейтинги 18+, которые приписывали фильму Отечественные прокатчики шлют нахуй При мне в зал заходили школьники лет 12 Абсолютно не боясь, что их не пустят на фильм Я не знаю, может они пришли с родителями, которых я слепой Даун не заметил Но все же И вот через пару часов я выхожу с фильма и понимаю, что такого внимания фильм не заслуживает Да, он хороший, хоть и не без недостатков Но то, как подогревалась популярность этого фильма, просто выносит мозг Зал был забит людьми Внимание почти каждого человека во время сеанса было приковано к фильму А как получился сам фильм, сейчас я расскажу вам детальнее Фильм снят практически никому не известным режиссером Тимом Миллером И я скажу, что со своей нелегкой задачей он справился на все 100% Снять фильм об очень популярном ныне персонаже, не имея при этом должного опыта Да и еще с таким копеечным бюджетом по меркам супергеройского кино 60 миллионов долларов Это очень нелегкое задание Но тем не менее, все сделано так, как и должно Видно, что бюджет не распиливали на высокие гонорары актерам, а боролись за каждую сука копеечку, чтобы получилось хорошо Фильм рассказывает о наемнике Уэйде Уилсоне, который живет своей бандитской жизнью Убивает людей налево и направо, ебет кур, держит власть в местном кабаке, набитым байкерами и прочей шелупонью И получает за это бабки И в один прекрасный момент влюбляется в шлюху Да, вам не послышалось и я не шучу Он действительно влюбляется в проститутку И вся их романтика заключается в том, что они занимаются долгим, умопомрачительным и безумным сексом Сначала он трахает ее, потом она его и так постоянно И в один прекрасный день главный герой настолько опьянен желанием наплатить маленьких дэдпуленков Что делает ей предложение? Она соглашается, романтика, цветочки, пони, радуга и все такое И как всегда бывает в нашей обоссанной жизни Тут откуда ни возьмись, появился в рот ебись, как говорится Уэйда Уилсона обнаруживают рак Если ваши ручонки полезли писать, что я такой вот ирод и спойлерю вам То хуй знает, как вам вообще рассказывать о сюжете, если этот поворот был известен еще в трейлере Ну так вот, у него обнаруживают неизлечимую стадию рака И через некоторое время к нему приходит какой-то солист из чая вдвоем в черном костюме и говорит Я могу излечить тебя от рака, да и вообще от всего нахуй Гэгэ немного колеблется в решении и все-таки соглашается Но как думал Уэйд Уилсон, это оказалась не израильская онкоклиника А ебучая лаборатория неизвестных поехавших ебанкратов Которые проводят опыты над людьми и делают их не такими, как все Видимо, поэтому их так много в интернетах развелось В общем, еврейские медсестры с еврейскими сисяндрами третьего размера его не ждали Нашего протеже ждали мучительные и долгие анальные опыты После которых он становится лысым и морщинистым, словно ебало Михаила Шифутинского мужиком Да и еще с регенерацией здоровья В общем, вроде и похорошело ему и поплохело одновременно Вроде излечили от болячки А вроде изуродовали лицо, ставшее похожим на залупу болеющего рахитом деда Приняв решение, что сидеть ровно на своей морщинистой попке нельзя А нужно найти ту паскуду, которая сделала из него урода Наш Уэйд Уилсон потихоньку превращается в Дэдпула Шьет себе костюм, находит себе оружие и придумывает себе псевдоним В общем, сюжет самый, что ни на есть обычный Он легко предсказывается и не вызывает ни отвращения, ни восторга Ну а мы шли на кинцо не ради сюжета, ведь так Это же Дэдпул, блять И первый плюс в фильме это, естественно, оригинальность Когда главный герой как бы ломает четвертую стену и разговаривает со зрителями А другие персонажи не понимают, куда он смотрит и кому он говорит Словно он к хуям рехнулся Это классно Действительно, это очень оригинальная и находчивая мысль создателей Второе достоинство фильма это просто божественный саундтрек Практически в каждом моменте фильма я притопывал ногой в ритм с песней А заставка с титрами в начале, там где показывают слоумо под обалденную музыку Это что-то с чем-то Это действительно достойно похвалы От саундтрека лично я просто выканчивал литры своего семени Музыка подобрана настолько удачно, насколько это возможно Что можно сказать насчет юмора в данном фильме? Это вопрос, на который точного ответа не дождаться Все потому, что шутки по шутейке, смехуёчки, называйте это как хотите Там есть очень годные В некоторых моментах я реально заливался смехом Но иногда авторы немного перегибали палку Совсем вот чуть-чуть Иногда на одну квадратную минуту было столько шуток про еблю взад и говно Что даже для меня, человека, который всё это дело поощряет и любит, было чересчур И подобные сцены заставляли даже меня немного покраснеть, чем засмеяться Опять-таки повторюсь Таких случаев было немного И всё-таки хороших, смешных шуток было гораздо больше, чем неудачных Иногда в фильме проскакивал чёрный юморок Но, на мой взгляд, настоящей такой чернухи про инвалидов, мёртвых или нацистов в фильме не хватало Постановка фильма вышла более-менее удачно Снято всё хорошо Секс и расчленёнка присутствуют Оторванные головы Споротые кишочки, висящие на дорожных знаках Как по мне, были сделаны хорошо С некоторых моментов я так и вообще угарнул Спецэффекты для такого бюджета исполнены очень даже хорошо Поэтому, в целом, фильм неплох Подытожив, хочу сказать, если вы не ждёте от фильма что-то космическое или неебически смешное То фильм вас порадует Но не настолько, насколько она заверяют в этом ебучие пиар-менеджеры Которые всё-таки добились своего И теперь это кинцо пробивается везде и всюду И обсуждается массой людей Такого внимания фильм всё равно не заслуживает Это обычная комедия Хорошая, не спорю В каких-то аспектах оригинальная Но это не самый великий фильм за всю историю кинематографа По этому фильму я поставлю 7,5-8 из 10 Надеюсь, в сиквел вбухают побольше баблица И сделают вторую часть ещё лучше и ещё смешнее Ну а с меня всё С вами был Кирпич Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Делайте репосты Срите с крыш И будьте счастливы До встречи Конечно, твиттер это святое Не торопись Погоди минутку Покажи этой грымзе Кто полезет к ней в тросы на выпускном Не жилец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok